Добрый день, друзья! Сегодня готовим вареники с капустой. Сначала приготовим начинку, чтобы она успела остыть. Для этого капусту шинкуем, морковь натираем, лук нарезаем на маленькие кубики. В сковороду наливаем растительное масло и всыпаем нарезанный лук. Сразу много масла не лейте, лучше добавить потом. Лук перемешиваем и пассируем 1 минуту. Затем всыпаем тертую на мелкой терке морковь. Перемешиваем и обжариваем лук с морковью минуты 3, периодически помешивая. Сейчас я вижу, что масла немного можно добавить, поэтому вливаю еще 1 столовую ложку. Теперь сюда всыпаем капусту, хорошо перемешиваем и тушим ее, постоянно помешивая на огне чуть выше среднего. У меня на канале есть уже рецепты вареников с картошкой, вареников с творогом, вишней, клубникой. И тесто у всех разное, на кефире, на молоке, на воде. Ссылки на все рецепты вареников я оставлю в описании под видео. А у меня тем временем капуста уже почти готова, прошло около 10 минут. Теперь я всыпаю чайную ложку мелкой соли и черный молотый перец по вкусу. И тушу еще около 5 минут. У меня 600 грамм капусты. Я всыпаю чайную ложку соли без горки. Этого вполне достаточно. Учитывайте тот фактор, что капуста очень любит соль и ее можно с легкостью пересолить. В итоге у нас получается очень вкусная и очень ароматная начинка. Перекладываем ее в другую посуду, чтобы она быстрее остыла. И начинаем делать тесто. Оно у нас будет на воде, готовится очень просто и быстро. В горячую воду приблизительно 70 градусов всыпаем чайную ложку соли. Перемешиваем и выливаем ее в муку. Также добавляем 2 столовые ложки растительного масла без запаха и замешиваем тесто. Оно быстро собирается в единый комок. С ним легко работать, оно не прилипает к рукам. Эластичное и после варки не тяжелое. Я очень люблю это тесто и использую его также и для пельменей. Тесто округляем, кладем в ту же миску, в которой замешивали его, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут при комнатной температуре. Ну что же, тесто наше готово. Начинка тоже полностью остыла. Начинаем лепить вареники. Руки смазываем растительным маслом и немного обминаем тесто. Разрезаем его на 2 части, затем каждую часть еще пополам. Тесто, с которым мы не работаем, кладем на край стола под пакет. Каждый кусочек теста теперь раскатываем в не сильно тонкий жгутик и нарезаем на маленькие кусочки. Затем вот такой каждый кусочек приплющиваем ладонью. И затем раскатываем в скалки. Толщина теста 1-1,5 мм. Кладем раскатанное тесто на ладонь. Держим его так, чтобы получилось углубление. В него кладем начинку. Кладем именно вилкой, так как капуста длинная и ложкой будет не очень удобно. Старайтесь класть начинку таким образом, чтобы она не попала на край теста. Иначе трудно будет склеить два края теста вместе. Плотно защипываем края пальцами и вареник готов. Можно его оставить и в таком виде, а можно сделать красивый фигурный край. Таким образом лепим и остальные вареники. Часть замораживаем. Кладем их обязательно на припыленную мукой поверхность. А остальные отвариваем. Ставим кастрюлю на плиту. Обязательно воду подсаливаем. И доводим до кипения. Когда вода начинает кипеть, размешиваем ее ложкой. И в образовавшуюся воронку кладем вареники. Таким образом они не прилипнут друг к другу. После того, как вареники всплывут на поверхность, варим их еще 3-4 минуты. Достаем вареники при помощи шумовки. И сверху посыпаем жареным луком. Я лук всегда при жарке подсаливаю. И добавляю немного молотого перца. Посыпаем вареники золотистым лучком. И подаем к столу. По желанию можно добавить еще ложечку сметаны. Пробуйте приготовить сами. Это очень вкусно. Если вам понравился мой вариант приготовления вареников с капустой, поддержите меня пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Желаю вам удачи и веселых праздников. С любовью, Евгения и Кулинарный канал. Это просто. Субтитры сделал DimaTorzok